Привет, рыбаки! Сегодня с вами здороваюсь с мостика у озера и, наконец, отдадим должное рыбакам донной рыбалке. Очень много рыбачили со спиннингом. Активные были щуки, судаки. И таким способом на второй план ушли удочка с поплавком и донная рыбалка. Итак, сегодня донная удочка и житель этого озера – лещ. Больше времени уделим прикормкам, как надо застолбить прикормку в одной точке. И хочу с вами поделиться новым опытом о ловле с пилеттами. Делаем микс и с червяком, и с личинкой мухи, так и с кукурузой. Заметил одну очень красивую тенденцию, которая значительно увеличивает клев рыбы. Итак, как всегда, рыбалку начинаем с приготовления прикормки для рыб. Вода теплая. Это значит, что прикормку будем делать сладкую. Думаю, надо обратить внимание на температуру воды – 20 градусов. Так что пришло лето, и не скупимся на разные запахи. Могут быть фруктовые, разные цитрусовые. Одним словом, прикормку надо делать активную. Так что 2 килограмма корма для леща. Добавим еще килограмм шоколада. И немного фракций покрупнее, предназначенной для ловли донной рыбалки. Вот такая вот наша база. Корма делаю немного больше. Потому как будет первая прикормка с кормушкой. Добавим запаха ванили. И будем увлажнять жидкостью для леща. Ну, разные там запахи. Меласы, фруктовые. Да, тут сладкие дела. Немного подсластим воду. Добавим. Оставим прикормку, чтобы немного разбухло. И когда все детали разбухнут, будем готовить место для рыбалки. Итак, прикормка разбухла. Заливаем. Еще немного цветных сухарей. С ними больше буду забивать кормушку. Но и в базу добавить цвета было бы неплохо. И наша прикормка для рыб будет не только вкусная, но и красивая. Думаю, что рыбы достойно оценят наши кулинарные изделия. Сегодня начальное, стартовое кормление. Начну с жирной прикормки. Как видите, куча гороха, кукурузы и моих любимых цветных сухарей. Будем забивать кормушку побольше. Будем делать пробки. И каких 10 ядреных кормушек в одну точку. Все-таки кормежку начну таким способом, потому как цель – лещ. Эти рыбы жадные. И если им не дадим еды, а только запахи, то они на одном месте долго не задержатся. А моя цель сегодня – хотя бы полдня хорошо порыбачить. Сперва беру инструмент помощнее, потому как кормушку повешу немаленькую. Ну а потом мне все же приятнее рыбачить с удочкой потоньше. И делаем такие пробки. Сначала забиваем прикормкой. Закрываем. Потом гороха, гороха и еще раз гороха. И немного для цвета сухарей. Вот такой микс. И таких вот 10-15 кормушек придется в одну точку набросать. Вытрясываем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Начальная прикормка закончена. Будем ждать рыб. Я сделал для себя одно открытие, где мне удалось удачно ловить лещей в другом озере. Это происходит так. Режу пополам червяка. Он тогда выпускает свои соки. И активней извивается. И цепляю как добавку. Изготовление микса начинаю с желтой пеллеты. Белая пеллета. Желтая – это запах леща. Так и написано на коробке. Лещ. Такой запах цитруса. Фруктовый. А вот белая – это новинка года. Чесночный. Ну и мы посмотрим, как эта комбинация фрукты с чесноком. Звучит довольно заманчивая. Как деликатес. Должно понравиться и лещам. Чем мне эта комбинация нравится? Что пеллеты плюс червяки получается неплохая плавучесть. И когда кормушка падает в воду, то ее погружение в воде замедляется. И она медленно-медленно опускается. Потому как крючок потолще. Червяк тоже тонущий. И комбинация пеллеты и червяка Получается что-то похожее на воблер и спеннинг. То есть нейтральной плавучести. И так очень медленно-медленно тонет. Ну и чаще всего на этом первом погружении рыбы активно начинают клевать. Место прикормлено. Ну если вообще там рыба есть. Пока он медленно опускается, практически сразу идет клев. Он больше находится в зоне видимости рыбы. И они, наверное, успевают быстро сориентироваться. И им такая подача по душе. Я думаю, сегодняшний день не будет исключения. И я удачно порыбачу лещей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Как всегда первые клюют небольшие рыбки. Плотва, густеры. По правде, надо сделать много бросков в одну точку, чтобы заманить рыбу покрупнее. И время от времени постоянно брошенный корм в одно место их приманивает. Вижу, что рыба сегодня довольно активная. Это значит, все будет хорошо. О, какой красавец! Видно, что лещи активно питаются. Помаленьку, потихоньку мы их приманим. Вот, видно прикормка. Прикормка у меня темная. Видно, что наглотался. Да, спасибо, что мы приходили. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Вот опять же комбинация пеллеты и червяка. И останки приманки. Да, ребята пашут и копают вовсю. Помаленьку-потихоньку становится больше. Надеюсь, что позовут и папу, и маму. И все у нас сегодня будет хорошо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Если вы находитесь у незнакомого водоема, просто не имеете лодки или стационарной лодки с эхолотом, тогда вам будет очень полезна такая вещь, как гипер. Кто еще не знаком, то он изготовлен в Литве. Он универсален. С ним пользоваться можно так и с лодки, так и с берега. Просто привязав его к удочке, можно и что-то иметь посерьезнее. Я использую ту же удочку, с которой рыбачу. Бросаем. Этот эхолот примерно около 40 метров поддерживает контакт с телефоном. Так что расстояние 40 метров можете проверить. Бросаете и медленно тянете. Надо смотреть, что показывает. Я чаще всего сначала тяну быстрее. Таким образом смотрю, какая вообще ситуация, какая глубина. Хорошее ли это место начать рыбалку. Очень красивое дно. Вот я здесь где-то и поставлю клипс для удочки. Так, глубина и расстояние. И просто заменив кормушку, моя кормушка очутится где-то в этой зоне, где довольно ровно, 4 метра глубины. В самый раз для ловли лещей. Так, эхолот плывет дальше. Начинается яма. И глубина сразу идет вниз. Идут горки. Вот в таких вот местах, напротив ям, где ровно и красиво. В таких местах и любят обитать лещи. Я советую в таких местах и прикармливать, где есть такой стол. Само собой, я сегодня делать не буду, потому как это уже сделал. Это озеро хорошо знаю. И данными эхолота не воспользуюсь. Но те, кто очутились у незнакомого озера, этот прибор очень пригодится. Можно прекрасно сканировать дно. И также посмотреть, есть ли рыба. И найти свое место для рыбалки. Любиня Виата. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Сначала перед кормежкой на озере стоит тишина и спокойствие. Ничего не видно. Кажется, что не души. Стартовая кормежка. И через несколько минут, но довольно быстро, может 5-10 минут, и первая появляется платва, красноперка, небольшие густера, крутятся и вертятся. Все в движении. Через какое-то время на этот шабаш обращают внимание рыбы побольше. Что там за потасовка, что там за пир. И помаленьку, через каких-то 20-30 минут, озеро, озеро Розень, приплывают, приплывают сначала лещи поменьше, потом все больше и больше. Если где-то будете кормить и ловить их регулярно, то, думаю, в течение двух или трех дней вы дождетесь больших рыб. А если кормить, так как мы кормим прикормками высокого качества, сильным запахом, агрессивной прикормкой, рыбу можно заманить быстрее. И у кого нет много времени сидеть у озера неделями, то советую обратить внимание на корм высшего качества. Они куда более действенней. Не зря их так много изготовлено. Ими пользуются на соревнованиях спортсмены. Это очень быстрый способ заманить рыбу к себе. Редактор субтитров А.Семкин Вижу, что в одну передачу вся информация не поместится и принял решение, что сегодняшнюю рыбалку и передачу заканчиваем. Встретимся, как всегда, через неделю в это же время. Но через неделю увидите продолжение этой рыбалки. И там будет еще информация о ловле лещей с донной удочкой и с мягкими тимармикс-пилетами. Так что встречаемся через неделю в это же время. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok